Конечно, события на Украине многим прочистили мозги. И отношение к оппозиции, как к какой-то вот такой мягкой, благодушной, и мягкой смене режима, конечно, исчезло. Иллюзии уже нет. Я думаю, массовой поддержки, вот как помните, были митинги, на которой на проспект Сахаров, на Болотную площадь выходило довольно много людей, невозможно в ближайшее время. Это просто исключено. Но никто сейчас не хочет того, что было на Украине. И потом все-таки, ну если объективно исходить, ну нету в оппозиции ярких лидеров, чистых. Если ты революционер, ты должен быть белым и пушистым. Не должно ни одного пятнышка быть на твоих одеждах. У каждого есть прошлая жизнь, каждый из них участвовал. Кто в рейдерских захватах, кто там в каких-то коррупционных схемах. Ну нету у нас идеальных революционеров. И поэтому мне кажется, что в ближайшие, не знаю, 10-15 лет никакая слава богу, никакая революция России не грозит. Но с другой стороны, оппозиция должна быть, власть должна ощущать, что кто-то критикует, подсказывает, ругается. Это должно быть обязательно. Участвует в выборах. И что не просто пришел на выборы, а сам факт участия уже гарантирует твою, то, что ты будешь избран. Нет, надо бороться. Надо говорить людям. Надо обращать внимание на то, что есть народ. И надо работать для его блага. Поэтому оппозиция, мирная системная оппозиция, для любой страны это благо.